Отложенный эффект пандемии, геополитические факторы, санкции и нерыночные ограничения вносят турбулентность в конкурентную борьбу между компаниями, давая преференции одним и ущемляя права других, трансформируя устоявшиеся цепочки конкуренции. Очевидно, что технологический бизнес в России уже никогда не будет прежним, запущенный процесс создания новой системы бизнес-связи и ценностей. Правительство делает ставку на технологические суверенитеты и импорта независимости, создание новых производственных цепочек, удержание высококвалифицированных кадров и сложных бизнесов в стране. Но понимаем ли при этом друг друга предприниматели, стартаперы, корпораты и чиновники, могут ли они эффективно работать в одной связке? Поговорим об этом незамедлительно на пленарной сессии ресурсов и инноваций государства, рынки и общества во времена потрясений. Я с радостью приглашаю на эту сцену двух модераторов в следующей сессии. Встречайте, друзья, Татьяна Наумова, руководитель проектов НТВ и Игорь Дростов, председатель управления фонда Сколкова. Ваша близняк. Миша, традиционно тебе спасибо. Добрый день. Еще раз мы приветствуем вас на этой сцене. Сегодня у нас такой экстремально холодный формат. Я взяла с собой самый теплый их покупает, Игорь уже примеряется к преду, и мне кажется, это единственное правильное решение, поэтому утиряйте максимально. У нас будет, правда, супер интерактивный и супер динамичный формат. За час мы успеем сделать очень много, и самое главное, приготовьте, конечно, свои телефоны, потому что, как я уже говорила, наш формат интерактивный у нас будет и один разогревающий опрос, который мы объявим буквально через минуту-два узловых. Что такое узловые опросы? Это значит, что тот ответ, тот вариант ответа, который мы вниз выберем, во многом предопределит тон разговора в той части, перед которой я его объявляю. Сейчас, может быть, не очень понятно, но когда мы непосредственно перейдем к механике, все будет абсолютно понятно, просто и так далее. И давайте сразу перейдем к разогревающему опросу, который звучит следующему образу. Если мы говорим о стартапах в этом сезоне, сезон 22-23, насколько мы можем опираться на стартапы в рамках импортозамещения? 0-10%, 10-20%, 20-30%, 40% и так далее. Я надеюсь, что сейчас у нас со мной появится QR-код, и перейдя по нему, да, супер, я думаю, что мы, Виктор, с вами должны это сделать. Вот у нас даже есть там, да, а я с этой стороны тогда сделаю. Переходим туда, заходим на сайт, выбираем, голосуем. Через какое-то время за нами появятся, соответственно, варианты ответа. Ну, пока нам нужно какое-то время, я воспользуюсь от небольшой паузы, и на самом деле я отрисую примерно аналогичный же вопрос вам. То есть, опять же, насколько мы можем опираться на стартапы, знаете, тоже такая избитая банальность, про то, что кризис, а я сознательно даже опустила какую-то важную часть по поводу того, что мы сейчас живем в период турбурентности и так далее. Ну, просто мы уже, все, чтобы я не сказала, был настолько избитый банальный, что можно лишний раз повторять, да, но тем не менее, для кого сейчас время возможности, для стартапов или больших корпораций, и, ну, вообще, еще раз, можем ли мы достигнуть какой-то импорт независимости в ближайшем перспективе? Я прежде всего, конечно, хочу сказать, что этот вопрос, не знаю, насколько репрезентативно, но эффективно ответят сегодняшние наши участники, потому что они, собственно, представляют те компании, на которые возлагаются надежды с точки зрения импортозамещения. Это замечание, но, исходя из того общения, которое в последние месяцы у нас есть со стартапами, я для себя фиксирую несколько выводов. Первое, ситуация в зависимости от отраслей, она неоднородна. Некоторые оказались в достаточно действительно сложном положении, и пока они очень понимают, как из нее выходить. В то же время, если мы говорим о компаниях, даже если мы говорим о компаниях, которые работают в технопарке, которые привязаны к лабораториям, к оборудованию, они скорее видят для себя возможности, потому что это те компании, которые уже имеют готовый продукт. Во многих случаях, речь идет, и даже заказчиков, речь идет о масштабировании того, что у них есть сейчас, в совершении производства, ко многим устраивается очередь. Там есть другие проблемы, потому что те же стартапы, об этом сегодня тоже нечем поговорим, они сами сталкиваются с проблемами. Замена, замещение тех комплектующих узлов, которые используются в их продуктах, они тоже сами к себе не являются независимыми отдачей по цепочке. Поэтому, наверное, однозначно ответ дать нельзя, но из того, что я вижу, я покрыли ни на одной встрече со стартапами. Может, какие-то стартапы приходят, я не видел каких-то упаднических настроений, и вот сегодня у нас была утром встреча с министром цифрового развития, были очень такие правильные деловые вопросы, на мой взгляд, и по атмосфере. И я чувствую, что во многом компании, во всяком случае, которые пришли сегодня на встречу, одни рассматривают нынешнее время, как время возможности. Давайте посмотрим, можем ли мы вывести ответы на наш вопрос, чтобы проверить вообще, насколько мы сейчас разогрелись. Если вдруг нет, то как только будет эта техническая возможность, я бы попросила, отлично, я бы попросила, пока их нету, это на это я сказала голосом в моей голове, отлично, как только не будет, выведите, пожалуйста, нам за сцену. Но я предлагаю задать примерно различные вопросы, которые мы только что разогревали представителю одного достаточно большого завода, который еще и на протяжении очень долгого времени, почти 100 лет, заэкономендовал себя как достаточно устойчивого игрока, одному представителю стартапа и, соответственно, представителю государства, вернее, региональной власти. Итак, спикеры нашего первого блока цифровизации и промышленного производства. Алексей Анатольевич Кулсин, руководитель департамента предпринимательства и инноваций инновационного развития города Москвы. Андрей Спиридонов, генеральный директор Арипикс Роботикс и Артем Тукунджан, генеральный директор Московский завод тепловой автоматики. Проходите, пожалуйста, занимайте места, не смущайтесь, мне кажется, сразу заворачивайтесь в пледы, потому что я сейчас точно начну это делать, пока у вас есть буквально минутка, давайте смотреть на тот разброс ответ, в который у нас есть. Пессимистичненько, Игорь, как прокомментируете, ну, примерно, не больше, чем на 10% вклад стартапов интертозамещения, так оценивают наши зрители перспективы именно маленьких начинающих компаний. Видите, как мы по-разному оцениваем цифры, эти же цифры оценивают как оптимистично. Я лично выбрал ответ 10-20. Мне кажется, что если... Ну, почти, да. Да, если мы достигнем таких показателей, это будет очень неплохо. Во всяком случае, может быть, реалистично, может быть, оптимистично, но, на мой взгляд, это уже серьезная доля, малый бизнес. Если мы подставали, мы не понимаем, малый бизнес, вполне неплохой результат. Это потом, мы же не обозначили резонт. Ну, да, надо. Здесь может быть, правда, год или еще месяц. Предлагаю двигаться дальше. Да, собственно, первый вопрос у нас как раз Артему. Собственно, ну, вы сегодня участвовали и во встрече с министром цифрового развития, и участники этой встречи немного послушали то, чем вы занимаетесь. И действительно, вы находитесь в таком уникальном положении, когда вы создаете не только софт, но и железо. Это, естественно, комплексное решение, которое сейчас особенно востребовано. У вас есть как раз готовый продукт. Но всегда возникает вопрос, насколько, заменяя уходящие компании, качество продуктов, останется тем же, к которым привыкли заказчики. Как вы на этот вопрос можете ответить? И вы сами сегодня упоминали, что вы эксклюзивно, уникальны, отсутствие конкуренции, отсутствие давления со стороны зарубежных игроков. Оно не расходительнее в какой-то степени. И, в общем, что вы можете сказать? Ну, и Татьяна, собственно, этот вопрос мне адресовала. И нам, конечно, интересно узнать, а как вы изнутри ощущаете? Какие у вас настроения преобладают? Вы для себя возможности или, наоборот, вы считаете, что мы имеем потерь. Да, Игорь, спасибо большое за вопрос. Спасибо за возможность выступить еще раз более подробно. Смотрите, постараюсь ответить, с одной стороны, емко, с другой стороны, не получится двух слов. Насколько я знаю, я читал такой кейс, что у нас в советское время не очень получался вкусный мармелад, и очень была проблема, большая проблема с яблоками. Они... ...поплес. Но они не могли выдерживать их. И, соответственно, они не могли не могли бы выдерживать их. И, соответственно, они не могли бы выдерживать нормальное состояние. И потом, пришли западные яблоки, такие, они все хорошие, нормальные, могут спокойно уходиться. И вот здесь вот складывается какая-то неверное ощущение, что может быть... Верий Курск Мы разработали эти проекты, которые были в первую очередь. Мы разработали наши разработчики. Мы developed our first piece of software back in 2000 с американскими коллегами и разработали его на должном уровне. И мы разработали его на дожественном уровне. Так что отвечая на ваш вопрос… …то не расположить, потому что, мы идеальноταязывали себя комплектами в мире. Идеально, конечно, мы разобрались, что мы будем производить отношения. Волшение того, что мы стараемся видеть, как мы перспективны, Российская экономика, хоть она не крупная, не самая крупная в мире, но все равно важная часть мировой экономики, рано или поздно все равно граница откроется и будет возможен трансфер технологий уже не с западной надети, а наоборот. Мы хотим сочлять трансфер, то есть экспортировать наши технологии, поэтому нет, мы совершенно не в расположенном состоянии находимся, а полностью подшпорены в текущей ситуации на достижение наиболее эффективного и конкурентного результата. Теперь, что касается, что вы спросили еще о чем, вторую часть была вопроса, вообще про настроение. Но тут были такие амбиции, заявлены, что мне кажется, что там супераптивистичное настроение. Конечно, мы видим это как исключительно время возможности, которое нельзя никаким образом выпускать, и мы здесь готовы действовать. Если мы все опираемся на предыдущие моего выступления, я не хочу повторяться. Если вы хотите базировать это на моих предыдущих, я не хочу их реализовать. У нас есть потенциальные заказчики, мы видим возможность своей реализации. У меня этот вопрос, конечно, я хотела задать Андрею, но мне кажется, что слишком оптимистичное у вас, Артем, выступление, и я буду сегодня скептиком из нас всех. Но скажите, неужели вы на себя абсолютно никак не почувствовали отток каких-то зарубежных решений? То есть все ваши разработки, а у вас, простите, еще есть шикарные инжиниринговые центры, и так далее, и так далее, это не просто завод. Неужели совсем никаких проблем нет? Нет, проблемы есть только в поставках, я уже озвучивал ранее, и сейчас могу подтвердить. Проблемы есть, да, в поставках радиоэлектронных, потом компонентах, там, инжиниринг использует, допустим, различные автоматы, я хочу называть, компании, компании, зарубежные производители, всем известные. Понятное дело, что в ряд комплектующих есть проблемы, но они в том числе сейчас у нас не все пути логистические разрезаны, просто они изменились, и мы можем их наставлять. Да, они получаются дороже, логистика прежде всего дорожает, соответственно, это влияет на конечную опускную цену продукции. Все замены могут быть найдены. Супер, Андрей, как у вас дела обстоят? Ну, то есть, это примерно такая же история, как у Артема, то есть, опять же, с точки зрения, ну, простите, совсем просто скажу, роботов, опять же, вы думаете о том, чтобы, ну, предоставить тем, у кого ушли зарубежные компании? Что происходит с вашими комплектующими? Ну, то есть, есть ли какие-то еще проблемы, которые не были обозначены, но с которыми вы столкнулись? Да, спасибо за вопрос. Ну, в целом, мы производим роботов для автоматизации производства, для автоматизации серийных производств, и вот для исключения такого монотонного человеческого труда, когда нужно что-то собрать, положить в коробки, как лейте этикетку, эту коробку положить на палетку, соответственно, ну, таких операций очень много, и в некоторых сферах действительно есть зарубежные решения. Может быть, будет интересно, расскажу вот про два кейса. Это упаковка яиц, когда они уже по десяткам приходят в коробочках, их нужно положить в большие коробки. По сути, ну, абсолютно элементарная операция есть. Но, простите, какая филигранная, насколько должно быть все четко, чтобы, не дай бог, не разбить, люди иногда ошибаются, что приводит к последствиям. Вот, есть одна компания, лидер мирового рынка, был таким вот роботом, который могут это делать. Их узкоспециализированные. И сейчас ряд наших заказчиков, которые, птицефабрики, которые производят яйца, они сказали, что это компания сейчас большие сложности с поставками, понятно, она полностью ушла или не полностью, и, да, в связи с этим они обратились к нам, чтобы мы посмотрели то, что уже сделано, чтобы рассмотрели возможность создания подобных роботов. С учетом ошибок, которые есть у существующих роботов, мы уже их нашли, чтобы начали создавать. Второй кейс – это укладка хлеба. То есть, вот, мы сейчас наблюдаем рынок, там учаемся порядка с 400 компаниями, которые что-то производят. То есть, это не весь рынок какой-то кусочек, но довольно большой. Очень сильно, как бы, активно, ну, продолжает действовать эта пищевка. Часть заводов не пищевки, они, конечно, после конца февраля в шоке, и там восстановили свои инвестиции в оборудование, в новые мощности. И там у кого-то печи должны прийти, но они запасны, поэтому они не перестали думать о роботах. Вот, а пищевка, она, в принципе, провожает активно действовать, и вот укладка хлеба, например, то же самое, как и с яйцами, такое же есть решение импортное, которое мы планируем импортозаместить. Ну, то есть, условно, с точки зрения какой-то вашей деятельности, все хорошо, с точки зрения компонентов. Компоненты, да, компоненты, в принципе, ну, там большой спектр с электроникой, с чипами, давно уже проблемы. Мы давно уже решаем, в принципе, решили, так как это не какие-то громоздкие такие большие запчасти, да, это маленькие чипы, их можно заказать вперед, грубо говоря. Сейчас у нас, ну, всегда на год вперед есть запас этих компонентов, мы их постоянно ищем, закупаем, где-то они появляются, в общем, большой склад приходится хранить. Предусмотрительность. Ну, да, приходится. Хотя, ну, как бы, это такая мелочь, но, с чипами, давно уже проблемы. По остальным компонентам, некоторые части, просто, как вот Артем сказал, задержки, то есть, раньше их поставлялась за две недели, сейчас за четыре. Ну, в принципе, терпимо, то есть, мы просто заранее должны это заказывать. По другим компонентам у нас изначально такая была стратегия создания роботов, которые бы не основывались на каких-то эксклюзивных компонентах, на каких-то уникальных технологиях. И все наши поставщики, мы всегда изначально, когда включаем какую-то запчасть в проект, мы изначально ориентируемся, чтобы было несколько поставщиков, желательно из разных стран, желательно, чтобы они все между собой заменяемы были, чтобы как раз не зависеть от такого вот, от поставщиков комплектующих. Ну, конечно, мы не могли ничего предугадать, там, ни пандемия, ни все остальное, но в этом плане у нас стратегия получилась удача, что закончились, там, корейские двигатели, начались китайские, китайские, будут американские, там, одинаковые фланеты, мы программами меняем протокол управления, и, в принципе, вот это все. Игорь, давайте переходить уже к непосредственно разговору про поддержку, и тут, наверное, я немножко саму устранюсь, потому что, ну, думаю, что брокер между двумя такими поддерживающими структурами вряд ли вам нужен. Да, но у меня, Леонид, еще такой вопрос, две противоположные точки зрения, я специально их, так, утрированно, изложу. Первое, что, в общем, в нынешней ситуации, визус все равно прорвется, рычный механизм никто не отменял, тоже, опять, фильтрирую немного тезисы, которые о всем сформулировал, в общем, да, есть проблема, но мы нашли другие логистические пути, нашли других поставщиков там, где нам нужно, все окей, и обычно к этому добавляют, еще главное, чтобы государство не мешало. А вторая история, что мы находимся в такой уникальной ситуации, и невозможно уже рычный механизм все отрегулировать, поэтому нужно включать ручное управление, нужно какими-то административными методами восстанавливать разрушающие цепочки, восстанавливать или создавать даже целые отрасли, и здесь координирующая, организующая роль государства необходима. Вот вы здесь какой из точки зрения придерживаетесь? Наверное, предположу, работая, возглавляя департамент, наверное, что нужно регулировать, а может быть, нет, наоборот. Но если да, то какие вы видите инструменты, или считаете ли вы, что государство, город, могут каким-то образом что-то дополнить, помочь ему решить эти задачи? Да, спасибо, Игорь. Неожиданный вопрос для департамента. Хочу это порегулировать. Ну, первое, добрый день, уважаемые участники сегодняшней конференции. Игорь, я вас поздравляю здесь. Игорь, congratulations on the 10th anniversary of the event, which is an important point in history. Практически это единственное осталось в мероприятии, которое для инноваторов, которое собирает, как сказал Дмитрий Носовский, это правильная тусовка. Второе, с точки зрения позиции, мы всегда придерживаемся позиции все-таки слышать бизнес. И в этом плане, значит, то, что вы сказали, не мешает, она там помогает, ну, то есть баланс, когда ты помогаешь, не зарегулировать, что не такое, что потом выглядит, что мешает. Поэтому все, что мы дополняем, это фактически ответ на тот спрос, на тот запрос, который есть у бизнеса. То есть мы его сформировали именно по группе запросов, причем понимая, что у каждого здесь представленного, там разная стадия развития, у кого-то это идея, кто-то уже вышел на какое-то производство, а кто-то уже там, который воюет, различные рынки, в том числе и не только российские. Вот, поэтому я подготовил презентацию, вот, мне сказали, Игорь, против того, чтобы презентовать, вот, и, да, судя по рюкзачку, сюрприз, все равно будет. Я принес ее с собой, я принес ее с собой, поэтому я предлагаю всем сесть поудобнее немножко, мне доклад минут на 40. Ну, вообще, я честно скажу, я думал, как вот попытаться рассказать за три минуты то, что... Но я буду рассказывать несколько часов, и я подумал, что нужно, наверное, что-то принести, как некий продукт, который является продуктом нашей совместной работы с бизнесом. И был выбор, значит, 3D-принтер принести, строительный, и я был правильный соблазн, чтобы помочь закончить стройку в Сколково для всех инноваторов. Ну, я не смог его через рамки протащить, поэтому он взял сегодняшний световой прибор, значит, компания, дефект, значит, такой инновационный, и вот на его примере я буквально несколько вещей, которых хотел, наверное, сказать, с точки зрения ответа, что все-таки спрос или... Ну, первое, что мы понимаем, что есть большое количество именно стартапов, которые считаются стартапом, у них только идея, наверное, у ребят, которые... Это семья фактически стартаперов, Маша Германа Кошелева, значит, которые создали компанию, и, наверное, идея, связанная с лампочкой, наверное, тоже она возникла, когда выключилась одна, и нужно было ее масштабировать, нужно было бы как-то упаковывать. И первый же вопрос был, который позволит упаковывать, для того, что инвестор понял, что стоит ли вкладывать или нет, тебя знает, же беда, да, да? То есть инвесторы говорят, что нет проектов, а проекты говорят, что нет инвестиций. Вот, поэтому линейка продуктов, которые у нас есть, я сейчас буду много перечитать продуктов, но в конце скажу, что очень самое важное, поэтому все, что я сейчас скажу, вы вначале не запоминайте, а в конце самое важное, то, что будет прям для всех точно нужно, как заработать миллиарды. Второе – это, чтобы эту лампочку принести, и, допустим, Пётр Павловичу нашему сказать, слушайте, она самая лучшая, ее нужно отпилотировать и тестировать. К сожалению, я сейчас не могу насколку ее отпилотировать, потому что очень ярко будет, я боюсь, это жарко. Поэтому вы, кстати, становитесь пилотной площадкой города, а у нас таких уже 160. Третий вопрос – это, конечно же, защита интеллектуальных крабов. И в сегодняшнее время, мне кажется, будь то мы упаковываем яйца, делаем какое-то оборудование, очень важно, то есть интеллектуальная упаковка, патентование, и на все это мы тоже даем денег, причем немало, и на российские, и на зарубежные, то есть грантовую поддержку. Конечно, это инфраструктура. Мы понимаем, что Александр, который строит каждый год метр квадратный, для того, чтобы располагались стартапы, инновационные компании, поэтому мы точно так же в городе любим строить, и продолжая строить технопарки, это Артем, один из технопарков по городу Москвы, который получает тысяч льготы, и при этом сейчас ведем отбор на новые еще инновационные центры в МГУ, инновационные центры, которые таким же льготами будут пользоваться как резиденты Сколкова. Ну и последнее про деньги. Про деньги, конечно, сегодня вот говорилось про импортозамещение, то есть мы точно так же на волнении импортозамещения выдаем гранты на импортозамещающих проектах. Мы развиваем венчурные инвестиции нашего фонда, венчурные инвестиции, у нас создан такой бизнес-ангельский клуб-синдикат, и сейчас прорабатываем корпоративные фонды с крупными инвестиционными компаниями, корпоративными компаниями, которые, собственно говоря, будут работать уже на следующую стадию. Вот пять пунктов, которые я хотел сказать. Но в конце самое важное, то есть все эти подробности, все, что вам нужно для того, чтобы узнать, как заработать миллиард, приходите на наш стенд правительства Москвы, вам все подробно расскажут. Это был такой небольшой тизер к тому, чтобы продолжить общение на полях Startup Village. На самом деле, я еще хотела спросить достаточно большое количество новостей, но я стандартно, знаете, как отличница, когда готовлюсь к придарным сессиям, люблю читать, какие новости связаны с той или иной компанией, с тем или иным департаментом. И одна из новостей, которая мне еще понравилась, связана с департаментом, это как раз-таки обновление платформы iMoscow, это сервис своей технологии, где собираются все, соответственно, инструменты импортозамещения. Он новый. Можно ли сделать какие-то выводы уже с точки зрения того, что пользуются популярностью, что меньше популярностью, или пока это настолько, как сказать, пилотируемая история, что даже туда не пойдем в обсуждение? Ну, смотрите, мне это очень важный вопрос, потому что изначально я всегда считал, что государство достаточно очень закрыто, то есть, чтобы пробиться, то есть, как бы в государственную какую-то закупку, это всегда сложно, это, ну, как бы, это какое-то граничное количество людей, и поэтому мы относились всегда к какой-то некой закрытым вопросам. Сейчас, как принято там говорить, что государство развернулось в лицо, и вот сервис, который вы называли «своя технология», он подразумевает несколько форматов, то есть это помимо того, что есть форматы, связанные с B2B, когда бизнес предлагает для бизнеса, соответственно, там, проекты, услуги, технологии, то есть для того, чтобы между собой, соответственно, делать совместные проекты, как раз в условиях импортозамещения, это важно как раз найти нужного партнера, то есть не ехать в Китайской, там, а возможно, потому что в соседней улице есть тот, кто нужен, как бы тебе. А вторая часть – это государство, то есть достаточно партнер, такой большой партнер и большой рынок. И в следующий день в рамках вот этого платформенного решения мы начали собирать именно от города запросы. То есть если раньше мы приходите с нашими инноваторами, там, уважаемый департамент, посмотрите, какая классная разработка, возьмите вилка, говорите, в себе в работе. А сейчас, наоборот, департаменты говорят, что если у вас вдруг есть, то, что может решить нашу конкретную задачу, то тогда давайте предлагайте вот таких вот уже запросов, то есть там мы запустили буквально неделю назад, а уже там 150 запросов, которые власти нагенерили набросали, поэтому рука на сервис, смотрите, если вдруг это ваша сфера, то есть понятно, что она связана с какой-то сферой городского хозяйства, но она, как бы, вот, в последний день достаточно актуально ее сферой. Слушайте, я немножко хочу изменить ход нашей дискуссии, потому что мы с Игорем, когда стояли в куларах, видели еще Александра Павлова. Мне сейчас нужен... О, супер, можно же? Можем задать вопрос? А я пока технически. Спасибо вам большое. Вот уже знают меня организаторы и приготовили дополнительный микрофон. И мы сейчас, как раз, в этот момент, мы сейчас уже работаем на нас. У нас есть два, три... И сейчас вот, как раз, вот, в этом вопрос, вот, произошедшие события с изменом обстановки, в последние три месяца, они каким-то образом повлияли на характер. Они, как-то образом, в последние три месяца, они, как-то образом, повлияли на характер, Я прямо на секундочку еще вставлю, что Александр Павлов у нас генеральный директор Российского фонда развития информационных технологий. И сейчас можно сказать, что это практически основной грантодатель. Поправьте меня, если я не права, именно в IT-сфере. Если вдруг наш тут между собойчик был слишком быстр, для того, чтобы понять, что тут происходит. Спасибо. Здравствуйте. У нас сегодня здесь уже был ряд встреч с этой компанией. Внутренняя встреча, которую модерировал Кирилл Каим, и следующая сессия. Мы знаем, что здесь уже есть компании, которые заходят в новый быстрый инструмент поддержки, уже получают первую экспертизу, и уже мы примерно понимаем объем запроса. Он действительно огромный, гигантский. Отвечают на вопросы Игоря. И продолжая тему с теплом и холодом, вот я тоже тут утепился, даже вот кепка корпоративная, она согревает. На самом деле, стало горячо, очень горячо. Мы стали, по сути, центром коммуникации с этой отраслью. Мы за период последние три месяца получили порядка 7 тысяч обращений от руководителей этой компании о том, какие есть переживания по поводу сложившейся ситуации, какие компании имеют новые уникальные возможности. Мы на основе этой прямой и быстрой коммуникации смогли сделать и новую нормативку, и правительство Российской Федерации прибежало в министерство цифрового развития. И сейчас наша компания имеет возможность уже пользоваться новыми инструментами, как по линии цифровизации малого и среднего бизнеса, так и по линии разработки ускоренного выпуска на рынок востребованных цифровых продуктов. Все есть инструменты на главной странице сайта Госуслуг. Заходите, это быстро и удобно. Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю. И действительно, сейчас востребованность большая. Мы получили за первые три дня старта такого отбора заявок больше, чем за весь предыдущий период работы фонда активного. Примерно такое количество. Да, и сейчас у нас уже есть 400 заявок, которые мы маршрутизируем между другими институтами развития. А для тех, кто уже определился, что они разрабатывают продукты и инструменты, эрфри подходят. У нас таких сейчас порядка 250, и это огромное количество. Мы видим запрос, но правительство выделило дополнительные средства, поэтому мы ждем тех компаний, тех разработчиков, которые могут вкратно быстрее уводить за счет средств гранта на рынок продукты и импортозамещать уходящие с рынка зарубежные решения. Спасибо. Александр, спасибо большое. К сожалению, я вынуждена объявить окончание нашей первой части, но прежде чем попрощаться с нашими прекрасными спикерами-экспертами, я попрошу вывести за нами второй QR-код, который приведет вас в тот самый узловой опрос, о котором я говорила. То есть, вариант, который наберет большее количество голосов, именно через его призму мы будем рассматривать нашу вторую тематику. Пока вы голосуете, я искренне поблагодарю наших спикеров. Спасибо вам большое. Ну, и каких-то искренних пожеланий преодолеть все те препятствия, которые есть, и, конечно же, увидеть, ну, те самые амбиции, о которых мы сегодня здесь говорили на всех фронтах, будь то корпорация или любая госструктура. Спасибо большое. Наша вторая тема, да, наша вторая тема, которую мы сегодня будем обсуждать, звучит как кибербезопасность. Почему эта тематика важна? Когда сменимся, я сначала вызову наших прекрасных спикеров. Дмитрий Волков, генеральный директор, сооснователь группы IB, Александр Моисеев, генеральный директор РУКЮБ, Алексей Новиков, директор экспертного центра безопасности Positive Technologies. Здравствуйте. Еще небольшое вводное слово, пока мы подходим к итогу того самого узлового опроса, QR-код, на котором мы видели буквально пару секунд назад за нашими спинами. Почему он кибербезопасность? Потому что, как я уже говорила, я сегодня буду вносить небольшой пессимизм и цинизм, и, наверное, в теме, связанной с кибербезопасностью, он проявится максимально. А раньше кибератаки – это был такой, знаете, инструмент экономической борьбы. Это все-таки был шантаж, это все-таки был выкуп и так далее. Сейчас из какой-то экономической истории это действительно переходит… Я искала другое слово, но не нашла, и буду использовать достаточно слово «сильное», но я думаю, что вы поймете, в какую сторону я хочу, чтобы вы посмотрели. Это, знаете, теперь стало такой террористической историей. Почему террористической? Потому что теперь все кибератаки, особенно если мы говорим про Россию, направлены на разрушение. Это, конечно, абсолютно другое склинкор, и вот как бороться с, соответственно, хакерами 2.0, хватает ли нам каких-то решений с точки зрения какого-то национального иммунитета именно кибербезопасности, мы сейчас и будем обсуждать. Да, у меня вопрос, Пиро Александр, на этом, чтобы позволить себе чуть шире, чем заявленная тема, потому что, на мой взгляд, ну, все-таки недавно известные атаки на РУП, это не просто какие-то абстрактные атаки, а это, наверное, все-таки элемент воздействия на компанию, которая создает компанирующий сервис. В сфере креативных индустрий, вообще сейчас, я сам в начале сказал, что все индустрии по-разному переживают то, что происходит, во всяком случае, мое впечатление, может быть, оно будет опровергиваться. Проверяйтесь, как раз в сфере креативных индустрий находится в нокдауне, поскольку ограниченные способы монетизации, все привычные площадки на доступ к ним существенно ограничены. В этом смысле большие надежды возлагаются на РУП и платформу ВКонтакте, но с одной стороны, а с другой стороны присутствует такой скепсис и с точки зрения интерфейса, качества работы потребителей, в аппаратах, контакте с этими площадками, в относительно того, насколько это будет так же классно, как с тем плаформе, которые уходят. И это все усугубляется, в общем, и тоже вот и кибератаками, инцидентами, которые происходят в Руси. Поэтому у меня вопрос к вам, в чём вы видите, какие были причины того, что произошло с одной стороны, а с другой стороны, мы хотим, чтобы вы нас сильный оптимизм, как вы видите преодоление тех объективных сложностей, которые сейчас присутствуют на рынке активных индустрий. Александр, я прямо ещё секунду вас заберу. У нас есть ответы на предыдущий опрос, потому что вы в любом случае, конечно же, будете говорить про специалистов. И вот я хочу, чтобы вы тоже соотнеслись с тем, что мы видим, да, то есть как сохранить технических специалистов. Больше количества людей, больше половины, 53% говорят о том, что надо создавать максимально комфортные условия для возвращения технических специалистов в Россию. Ну, то есть, и вот ещё третий вопрос к тому, что уже сказал Игорь. Насколько вы согласны с этим, что можно ещё сделать именно по направлению специалистов? Если можно, мы будем. Если вы очень хотите. Конечно, конечно. Смотрите, какая история с Рутюбом происходит. На самом деле, Рутюб, с одной стороны, это продукт, это сервис, которому больше 10 лет, ему 16 лет, на самом деле. С другой стороны, мы сильно очень пересмотрели всё, что в него входило, пересмотрели весь Рутюб. Надо ещё понимать одно вещь, что Рутюб входит в большой-большой Газпром Меди Ходинг, который входит в кучу телеканалов, в другие платформы. В конце прошлого года, в декабре, мы пришли к выводу, что в целом, ну, давайте переделывать Рутюб, в частности, надо запускать ещё другой функционал, другие речи-кнопки, картинки, интерфейс, всё, что должно нравиться пользователям, вообще служат пользователям. И вообще идея с темно была, сделать неким образом иную сженную платформу. И сейчас есть дорожная карта, мы её приняли для себя в прошлом году. Мы взяли в прошлом году, даже когда начали воплощать и в месяц. И мы были supposed to start implementing it, где-то с марта. С марта, отъем пользователей, он резко подскочил. И в начале марта, мы выполнили план по пользователям на конец следующего года. Мы вообще неαι, что это поменялось с темно, что, в первую очередь, мы доделали часть комментариев с доступом, чтобы обеспечить, чтобы вовремя транскатируется, и вовремя транскатируется, и в продаже, надежавая информация платформа подача, часть как подбирается модерация была выполнена, не вызвайте, что в общем, не хозяйство модераций. У нас были определённые грехи, да, и, в общем, с ними постепенно мы будем, в первую очередь, потому что мы первая очередь выполняем законодательства в секунду, And first of all, we have to follow the legislation of the Russian Federation, so that is the main problem. So, and of course, we are following the legislation, and we are not planning to do something else. And so, we created this roadmap, we changed the interface, we added functionality, and actually, we have all the functionality of our system. We will have special videos to demonstrate what is going to appear on the platform, and we will speak about it. And in general, we have the functionality of mobile version and mobile version. So, yes, speaking about hacking of our resources. So, there is an advantage. Yes, we have seen, and we can see on the horizon in this case. And it means that Rootube is an obstacle for somebody. So, it's bad that they decided to fight something else. So, not with the competitive methods. It decided to hack us. Okay, but let's be honest. This is a criminal action. And so, different bodies have to take care of this. We ourselves have provided the technical matters. We are working with our colleagues on cyber security. And we are reviewing this incident. And it's a wonder that this platform, this complicated engineering solution, which is the so-called hyperconvergent network, which is uploading the video processing. It's a lot of services. And we managed to reboot it in 50 hours. It was a directional attack on our service. And honestly, this was bad. Yes, but we managed to overcome this. So, what conclusions did we have in the end? Of course. So, once again, to highlight. Speaking about our roadmap and this cyber security, et cetera. So, we've taken particular measures and actions. And this helped us to sustain the situation. It means that we are moving towards a right goal. And we just need to move right until the end to provide security until the very last moment. There is no 100% security. There could be an efficient attack. Otherwise, it's going to be too expensive and too long. So, we'll do our best in order to make sure that we wouldn't be attacked in the future. Speaking about monetization and the work with bloggers, we don't understand that for the creative people, it's another thing. So, this was the ideology of our platform. We had this idea that Rootube has to be the platform. The social elevator. You're a talented person. You can show this. And you will have a chance to move across a large media holding. So, maybe there will be content for TV channels, other platforms. And you might develop in the future. So, this shouldn't be some platform to exchange videos. This is a social elevator. Now, monetization is working. And now, after 50,000 views of one in the same video, you can monetize it and switching it on can be done through an account. Yes, speaking about the experts and specialists, I wanted to ask you. So, due to this exponential growth of users, I think that the request for IT experts is going to grow as well. Can you actually make sure that you can cover for all the positions in your company? Maybe you don't have enough experts? And is it possible to hold them to sustain them? Or are you planning to grow and raise them up instead of that? Okay. We don't have this huge effect on the removal of people. So, we still have people who are applying to us and they want to work with us. And I think that it is also connected to the fact that the task is very interesting and technically the platform is interesting. Speaking of, what should be the focus? The bringing up or maintaining? I would say the following. So, what is happening here and now? The companies, we have lots of IT companies. The experts of high level are not so many in such an abundance. In general, we have this competition for the experts. And of course, we need to grow the amount of experts. And of course, we need to monitor them from startups, from universities. They have to show their expertise. And we need to give them good tasks. And this is a wonder of different platforms. And there are components that we can start with. And after that, you can grow further. And before we move to Alexei, I would like to ask another question. Are you ready to work with technological startups? If so, in which areas? As of now, if we can call it startups. So, we are working with media startups a lot. They are coming to us with their idea, creative ideas. And we have filmed lots of videos with bloggers. So, we give them an opportunity to upload their show as well as develop their show and promote it. Everything in regard to the working nuances and the specularities. We are doing everything here. And speaking about IT, of course, want to. Of course, we are looking at different options that we can have. And in general, the area is media. That is quite clear. And of course, media is moving towards IT as well. Yes. And all the creative startups, which are looking at us right now, here and now. So, or if they are online. So, I think this was a great sign where they can actually go. So, I have questions to who represented some top companies in the field of cyber security. So these are the top companies in Russia and on international level. I wanted to ask a question to Alex Steynoni, who is the director of expert center of positive technologies. I am not an expert in this field, but I think that the answer is rather obvious here. We can see these DOS attacks, which are professional and prepared. Are we ready to deflect these attacks? Are we ready to improve these protection methods? Are we competitive in this area or not? Yes. Good day. If you look at the techniques and the techniques and the techniques, which I used by these people, basically the arsenal, which they have. Now, we have absolutely everything to do to do with everything. So, when we are fighting back more for the most efficient, when we are fighting back more for the most efficient, we need to be able to use these technologies and who will be able to use these technologies. And only if we have these three main pillars, the companies will be able to fight back more, and be able to fight back more than any possible attacks. And if we have these three main pillars, the companies will be able to fight back more than any potential attacks. в компании на компьютере появился вирус для компании еще ничего страшного не произошло если же у компании произошел инцидент в результате которого произошла остановка деятельности компании то это критический инцидент и поэтому всем компаниям необходимо четко посмотреть на свою инфраструктуру и понять какие именно недопустимые для компании события могут быть вызваны умышленниками и в кибермире именно инциденты могут и выстраивать защиту но и самое главное помнить что безопасность нельзя сделать один раз хорошо заниматься на самом деле если посмотреть большинстве сегментов есть российские решения конкурировали в прошлых годах то есть в определенных нишах составляли хорошую конкуренцию есть некоторые ниши где функциональность сейчас я закончу есть определенные ниши в которых кажется что функциональность посмотреть на то и действительно ли нужно руку эту функциональность не является ли это макетинга и макетинга и же монуты и козли она зала и потому что я снова допустим когда в определенный момент времени обучались с клиентом он поменяется понятно межсетевой экран грубой и интернет из канал аналог и И здесь правильно было посмотреть, потому что если сравнивать функциональность зарубежного вендора российских вендоров, полного перекрытия не было. Но если смотреть на то функциональность, которую реально использовал бизнес, то на российском рынке было достаточное количество решений, которые имели точно ту же самую функциональность. Поэтому, в первую очередь, необходимо смотреть на потребности бизнеса, это раз, и чтобы бизнес не боялся сказать, что в первую очередь они хотят от тех или иных классов решений. Дальше производители, мы, в том числе, естественно, это поддерживаем, если мы это еще не сделали. Дмитрий, мы с вами последний раз виделись, по-моему, вот или два года назад, когда мы сидели на форуме, связанном со смарт-сити, и, конечно, мы совсем другую кибербезопасность тогда обсуждали, и нам было такое. С тех пор многое изменилось, и, во-первых, вы знаете, такой вопрос, сбавьте градус моего пессимизма про поводу того, что все-таки произошла некая революция в кибербезопасности, и теперь правда это не про экономику, и теперь правда это про разрушение гораздо больше, чем было раньше, и, соответственно, насколько у нас есть те самые наши российские решения для того, чтобы, как на уровне государства, так и на уровне корпорации обеспечить приемлемый киберберумитет. Это сложно сбросить, наверное, градус напряженности, просто потому что... Тогда поддержите его, это тоже. Потому что вот этот тренд разрушения, он достаточно давно уже развивается, но тут с первой отчетной темы мы в следующем 19-м году, и там как раз рассказывали то, что большая часть атак, которая проводится по политическим изменениям, она как раз это делала то, чтобы выводить критическую инфраструктуру из строя. То есть, это происходит моментально, люди готовятся к этому, причем готовятся достаточно долго, но, тем не менее, конечный результат, который они хотят иметь возможность стекать, он именно был про разрушение. Сейчас, естественно, это стало чуть более актуально. Но здесь есть еще и позитивная вещь. То есть, на самом деле, то, с чем мы сталкиваемся, это не атаки про разрушение. Это, я бы так сказал, цветочки, это хороший момент, да, который все должны правильно воспользоваться им для того, чтобы подготовиться. Потому что, по факту, это критическую инфраструктуру пока еще никто не выводил из строя, да, у нас нет никаких говаря на наших инфраструктах, на системах водоочистки и тому подобное. Это потенциально такое, конечно же, может в случае происходить. Для того, чтобы говорить о том, насколько мы хорошо можем защититься, надо просто правильно еще представлять, собственно, кто является вашим атакующим. Какие новые мотивы, что именно будут атаковать и какие способы они будут использовать. И давайте, как бы, просто приведу к примеру. Если мы говорим про разрушение, то большая часть, там, атак, которую мы сейчас наблюдаем, она сводится к простым нескольким шагам. На первом уровне он может просто получить как атакующим удаленный доступ к этой инфраструктуре, потому что без него сделать какое-то разрушение будет невозможно. Какие основные способы, да, там, 47%, если мы говорим про разрушение, приходится на подбор паролей к средствам удаленного доступа, ну, что я имею в виду, RDP, да, терминальный сервер, либо RDP, шлюзы, которые сейчас, опять же, из-за пандемии существует много где. Вы используете, естественно, много где. Это много. Можно ли защитить, там, от защититься от перебора паролей? Естественно, можно, да, технологии есть, а более того, есть еще и бесплатные. Второй способ – это атаки через электронную почту. 26% на них приходится, но, опять же, это наша внутренняя статистика, может быть, какие-то можно совпадать. Это тоже много. Можно ли защитить почту эффективно? Естественно, можно. Опять же, технологии есть, их много. Есть, естественно, хорошее решение на российском рынке, а также. Ну, и только уже, там, остальные, по-моему, там, около 20%, чуть больше, оно приходится на эксплуатацию в каких-то более-менее сложных уязвимостях в приложениях, которые у вас доступны в жизни. Вот такая простая вещь. Это же что-то показывает, что на самом деле ребята, которые проводят эти атаки, они ведут по пути наименьшую сопротивление. Самое простое, что можно сделать, подозревать город, значит, будут делать так. Но не надо этого бояться. В результате Алексей привел пример, что мы заразили компьютер на секретаря, по-моему. И это, на самом деле, не страшно. Раз, но и рано или поздно доступ к любой организации должны получиться. Это, в принципе, в профессиональных веках никто никогда не говорит о стопроцентной защищенности. Так что, если вы сталкиваетесь с человеком, к которому это обещает, наверное, стоит разговор с этим человеком закончить. Вот, ну а что я хочу сказать. Когда вас рано или поздно сломают, надо убить тревогу. Это не означает, что человек, который делает это, достиг своей цели. Потому что вряд ли он хотел просто получить доступ к какому-то случайному компьютеру. А рано или поздно, по-моему, это сделают просто потому, что за этими устройствами, за компьютерными терминалами телефонов, работают люди, которые делают ошибки. И вот дальше начинается более интересная история. Вы не можете предотвратить то, что вас сломают, но вы можете вовремя обнаружить этого человека свои интересы. На структуре сделать так, чтобы он просто не достигает такой цели. И, опять же, по нашим данным, среднее время, которое занимает желание кого-то поломать до реализации уже конечных целей, саботирования какой-то организации, выгодить ее инстой, занимает 9 дней. Вот восстановление, опять же, после этого, примерно в среднем 22 дня. Это у вас есть 9 дней на то, чтобы, в среднем, когда это гораздо быстрее происходит, на то, чтобы иметь возможность обнаружить, чтобы обнаружить, и самое главное, еще остроить. Прямо сказал Алексей, вам нужны технологии, которые должны быть у вас применены. Я сейчас говорю не про антивирусы, а не спам, а не такие простые достаточно вещи. Это должно быть более совершенной технологии, которые сейчас на рынке присутствуют, но они еще пока, как это мало внедрены. Хотя не позволяют все это сделать. Если эти решения есть, еще очень важно, чтобы они работают как некое единое целое. Потому что мы очень часто выезжаем на инциденты, где по реагируем, и что мы видим, решения достают, в том числе, как в западной лице. И не важно, да? А более-то, они еще и работают. Они даже сигнализируют о том, что какая-то проблема была. Но, сами по себе решения разрознены, работают непонятно как, за ними никто не студит. Поэтому, второе, что непонятно нравятся люди. Вообще, сейчас с кадрами большая проблема. Я сейчас говорю о том, что там оттоп кадров. Даже когда оттопа не было, проблемы с кадрами существовали. А специалистов не будет хватать никогда. Мы никогда не решим эту проблему. Потому что IT будет развиваться, будут появляться новые профессии, будут появляться новые вызовы. Я не знаю, я не знаю, ни одной отрасли, где бы был полностью решен кадр вопрос особенно хороших специалистов. А к чему это приводит? Да, что компания, потому что они нашли как бы решение. Надо отдавать часть каких-то сервисов, которые не профильные для вашего бизнеса, которые для безопасности. На аутсорс. Чтобы отдавать на аутсорс, аутсорс эффективно еще и сработает тогда, когда он делается в облачной инфраструктуре. Она доступна для людей, которые показывают этот сервис. Из любой точки мира она работает всегда, работает надежно, но сейчас это, опять же, за 6 ситуаций идет в праздную ситуацию. То есть компания попробует, но и что они стараются делать? Максимальности и задевать. С одной стороны хорошо. Но к чему это приведет? Это такая большая ошибка, с которой нам не надо будет совсем еще жить. То есть, если это почтовый сервер, значит, он должен быть у меня в офисе, значит, почта лучше защищена. Соответственно, если хотите оказать безопасность, они должны всю безопасность строить вокруг вот этого периметра, который самая компания развела. Ну, окей, они поставили кучу решений, а что дальше? Кто-то необыстры. Кто-то необыстры, которого у них нет. Кто-то специалисты безопасности, которого должны это делать в режиме 24 на 7, у них нет. Аltososic, которые они не могут делать это 24-7. И это, как бы, такой замданной прикрым, когда основная проблема, которую нужно решить, это то, как мы вообще, в принципе, мыслим о кибережной безопасности и как мы принимаем решения. И сейчас время такое, что решения надо принимать быстро. Мы все привыкли, что если это большая компания, значит, есть время надо, всё правильно, спланировать. таким заниматься а так начинается с того что к вам просто успешно больше людей пользователь тем больше логинов пароли люди переиспользуют логин и пароли всегда то есть они у вас на скорее всего на видеоконтент музыку одинаковые везде это означает что если вот по этому человеку какие данные секретные вопросы любят использовать какие есть предпочтения почему это всем граждан активно пользуюсь услугами интернет можно создать такими ключами вы используете то что я не секрет за и на технологии дубан что человека будет возможность получить доступ ко всему что есть у вас проблема не в вас информация может собирать просто массово то есть у вас есть большая страна он и хью это есть какой-то сегменты интернет активных пользователей и вы хотите знать все что собирать все что вам нужно но мы столкнемся и потому что у нас осталось прям будет форма сможет это соответственно тот узловой опрос который определит как мы будем обсуждать фармацевтику от меня большое спасибо александру потому что конечно обсуждать подобные темы не все решаются спасибо вам за какую-то вашу откровенность это прям очень ценно спасибо большое Дмитрий спасибо большое Алексей мы соответственно переходим уже к нашей третьей части еще одно приоритетное направление так или иначе мы сегодня его импортозамещение импорт независимость тоже постоянно обсуждаем теперь уже по мнению Минпромторга это конечно медицина и фармацевтика здесь тоже крупный иностранный фарма-дистрибьютор либо полностью сокращают свою работу в России либо сокращают уходят в общем все стандартные тренды которые мы фиксируем и в других сегментах сейчас мы через секунду вернемся к Михаилу соответственно да я говорила о том что фарма-дистрибьюторы уходят уходят они вслед за теми кто производит какие-то очень важные либо сырье либо вспомогательные вещества либо непосредственно медикаменты конечно же есть у нас надежда на то что мы сможем это заместить какими-то поставками из Китая и Индии но так не это и есть то что мы не сможем импортозаместить давайте проверим насколько у нас сейчас налажена связь с Михаилом Михаил слышите ли вы нас? давайте сейчас мы еще я надеюсь вас увидим отлично супер я надеюсь что и вы нас видите какой-нибудь из камеры отлично прекрасно вижу да и Михаил такой вопрос он наверное как сказать немножко отличается от того вступления которое сделал Татьяна мы сегодня много говорили о том смогут ли действительно наше отечественное решение заменить решение уходящее с нашего рынка и мы будем рады что вы на этот вопрос ответите но мы сегодня не говорили про аспект международного сотрудничества потому что вот Сколково изначально задумывалось как способ продвижения наших компаний на международный рынок но наверное в свете тех изменений которые сейчас происходят мы сегодня практически все время говорим об этом замещении мы абсолютно не говорим о том насколько актуальна тема выхода нашей компании на зарубежные рынки какие бы это рынки ни были в том числе рынки дружественных стран и хотелось бы чтобы вы может быть все таки затронули и этот момент действительно ли наши компании оказались отрезанными от зарубежных рынков даже не с точки зрения того что им там сложно что то закупать а с точки того что им там сложно продавать и сложно на них продвигаться тем более ваша компания насколько я знаю как раз сильно с этим рынком связана вот можете поделиться своим опытом в этом плане прошу сложный вопрос я приведу пример наверное на основе компания компании которые занимаются разработкой приборов для создания клетчатой и генотерапии то есть теоретически нет ограничений на виды заболеваний которые можно излечить с помощью данных методик практически мы занимаемся лечением рождественных и возрастных заболеваний онкологии болезни сердца аутоиммунные заболевания на нашем оборудовании на сегодняшний день генотехнологии можно уже сегодня разработать внедрить и помогать пациентам людям мы видим вот из россии в силу ну как мы понимаем видим в силу независимых от нас причин ушло практически большинство компаний которые занимались разработкой этого вида в данном уровне ну наша компания на сегодняшний день это одна из многих компаний которая занимается не копированием а реальной разработкой надо понимать что данное оборудование состоит из тысяч различных комплектующих тысяч частей в основном это не только механика это электроника поэтому конечно компания таким как наша достаточно тяжело пришлось и приходить вот но прежде всего наверное самая большая ну самая большая проблема это регуляция то есть мы можем так или иначе заниматься разработкой но все что связано с регуляциями это достаточно тяжелая тема то есть нас на сегодняшний день больше тормозят регуляторы чем проблемы которые связаны с логистическими цепочками то есть чтобы работать с следующими технологиями прежде всего нужна инфраструктура нужно сформулированные требования нужно обеспечение контроля качества которые в большинстве мест стран прописаны и конечно нам бы хотелось чтобы то же самое произошло в России вот на сегодняшний день можно сказать что игроков которые производят такое оборудование мало поэтому мы способны на сегодняшний день противостоять таким проблемам которые появились и наше оборудование проходит испытания в большом количестве международных центров и несмотря на все мы продолжаем сотрудничество с большим количеством институтов и различных организаций то есть с нашей стороны прежде всего это партнерство с учеными с медиками с людьми которые занимаются решением проблем которые необходимы нам для для решения очень уникальных орфанных заболеваний онкологических то есть наверное вот я постарался ответить на ваши вопросы Михаил вы знаете у нас до того как мы вас вывели в эфир был опрос и я вас сейчас тоже попрошу выбрать свой вариант ответа хотя я догадываюсь по вашему предыдущему пассажу что вы выберете но тем не менее какую стратегию сейчас следует выбрать стартапов в тех условиях в которых мы все оказались это все таки сосредоточиться на создании продуктов и решений для локального рынка создавать продукты и решения ориентируясь на рынке зарубежных стран которые являются партнером для России и работать и конкурировать на глобальном рынке какой из вариантов ближе всего вам биотехнология это мульти дисциплинатная это физико-тех биология медицина поэтому без колоборации с ведущими игроками с ведущими учеными очень тяжело разрабатывать уникальные вещи поэтому в нашем случае необходимо работать на международной арене да мы локализуем те или иные решения но продвижение данных видов приборов науки или разработок невозможно без коллаборации с ведущими учеными и медиками спасибо большое и я к сожалению вынуждена прям попросить вывести нам результаты последнего опроса чтобы мы посмотрели создавать локальных поставщиков всех выбывающих решений интересно а мне кажется по моему мы точно это был предыдущий опрос а я уже задал ну что ж значит у нас есть результаты опросов практически на все правда в последнем опросе принимал участие только михаил там вот все таки есть у него тоже амбиции работать и конкурировать на глобальном рынке так давайте подводить результаты то есть как мы помним примерно либо практически рядом 10-20 процентов это то насколько мы можем сейчас опираться на стартапы с точки зрения специалистов говорилось о том что необходимо максимально комфортные условия для возвращения технических специалистов россии 53 процента с точки зрения импортозамещения технологических решений конечно же создавать локальное производство это 63 процента и если говорить о стратегии но правда у нас был в вопросе только Михаил который весьма амбициозен и понятно что тут накладывает определенные условия и тот стартап и направленность стартапа Михаила да но тем не менее ответ был работать и конкурировать на глобальном рынке и того мне кажется что все таки превалирует как бы я сегодня лично не пыталась выступить достаточно оптимистичная взглядная вещь я согласен это лично подтверждает то что я сказал в начале но может быть мы в такой специальной аудитории находимся те кто сюда пришел они верят свои силы и как раз хотят создавать то новое и отечественное которое будет работать здесь в россии поэтому это только тезис подтверждает с одной стороны с другой стороны я бы обратил внимание на то что говорил михаил это уже многократно звучало с одной стороны мы конечно же настроены воспользоваться теми возможностями которые сейчас справляются для того чтобы наших отечественных продуктов на рынке было больше чем их было раньше с другой стороны российская экономика остается открытой то есть мы открыты к сотрудничеству и мы рассчитываем на глобальное сотрудничество с теми странами которые готовы для сотрудничества с нами поддерживать поэтому говоря о том что мы хотим создавать свое мы не говорим о том что мы отгораживаемся от всего остального мира и не приемлемо какую-то международную коллаборацию наоборот мы на нее настроены поэтому мне кажется сегодняшней дискуссии примерно такой да именно в какой-то мере поблагодарим Михаила за столь позитивное окончание нашей дискуссии потому что без коллаборации что-то в технологиях придумать правда очень сложно на этой позитивной ноте мы и закончим пленарную сессию десятых юбилейных десятых юбилейных конференций Startup Village спасибо большое что были с нами деловая программа продолжается сегодня завтра идите немножко походите как завещал на Дмитрий Анатольевич потому что ну куча всего еще запланирована спасибо большое планы 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 логово 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...